Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Уже несколько раз меня просят сделать расклад на романа Флоки. Я так поняла, что молодой человек создавал игры, и это летсплещик. И, в общем-то, меня попросили сделать расклад, почему же он ушел с Ютуба. Ну, давайте посмотрим. Я очень, конечно, далека от всей этой информации. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация по данному видео, номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Первое, что я сейчас посмотрю, что на данный момент с ним происходит. Что на данный момент с ним происходит. И причина ухода с Ютуба. Какая у него причина. Я вижу, что он погружен в какие-то личные взаимоотношения. У него могут быть личные взаимоотношения. Вообще, он ушел из, можно так сказать, творческого проекта, скорее всего, в личную жизнь. Что еще у него? А вы знаете, я вижу, что у него все хорошо. Он довольно-таки наполнен положительной энергией. Есть здесь момент некой такой тайны. Но, по всей видимости, у него есть какая-то задумка, которую он держит в секрете. Возможно, что-то новое разрабатывает. Так, давайте я посмотрю причину ухода. Полное разочарование. Потому что здесь идет карта башни. Так, хорошо. Полное разочарование. В чем проблема? В чем причина? Деньги. По четверке Пентакли, видите, здесь молодая девушка вцепилась в кошелек за свои денюжки. Ну, в общем-то, могу сказать, что, по всей видимости, он посчитал, что его таланты были все-таки не, как сказать... Ну, по всей видимости, он получал какие-то деньги за эти игры, которые он создавал. А потом, по факту, все как-то стало рушиться. И когда он захотел на этом зарабатывать, он понял, что он зарабатывать не может, и больше ему стало это неинтересно. Ну, в общем, я так могу сказать. Каждый труд должен быть вознагражден. А здесь я вижу, что он не стал получать того дохода, который он имел. И, в общем-то, здесь было принято резко, причем, такое решение. Все, он уходит. Но он уходит не в никуда. Он уходит в какой-то новый проект. У него есть какие-то творческие задумки. Какая-то даже секретная программа. И он еще, между прочим, появится. И он будет зарабатывать большие деньги. Он у него есть... Во-первых, у этого человека есть потенциал, есть талант. Он очень талантливый человек. И он что-то задумал. Сейчас, на данный момент, даже у него с кем-то может быть какое-то сотрудничество. Кстати, он пытался, по всей видимости, что-то придумать с кем-то. Но понял, что все-таки лучше делать это в одиночку, в большей степени, самому, чем с кем-то делиться. Но здесь все-таки есть взаимодействие с какими-то людьми. Но это очень интересный проект. Он еще появится, он еще загорится, могу так сказать. О нем еще услышат. Он находится в творческом, можно так сказать, моменте. И он придумывает. Но он ушел из-за денег. Его талант недостаточно, как сказать, был вознагражден. Он все-таки считает, что то, что он создавал, это должно было приносить ему очень хорошие деньги. А потом, по всей видимости, когда вот пришли эти перемены на YouTube-канале, многие же потеряли свои доходы, особенно те, у которых были миллионные подписчики. И все, потеряли монетизацию. И вот было принято такое решение. Но у него есть идея. У него есть идея продвигаться дальше, это однозначно. У него всегда в голове идет процесс. У него рождаются постоянно новые идеи. Понимаете, он вообще такой, я еще раз говорю, он человек достаточно талантливый. В своей голове он всегда найдет применение, и он что-то новое придумает для того, чтобы зарабатывать большие, хорошие деньги. Ну, потому что, как сказать, это так правильно на самом деле. Это его работа, это его труд. Каждый труд должен быть вознагражден. Поэтому я не вижу, чтобы с ним что-то плохое случилось. Нет. Здесь у него были даже какие-то моменты и кризисы в личной жизни, и в сотрудничестве, взаимодействии с другими людьми. Но по факту этому человеку никогда не будет скучно, потому что это огромная творческая личность с огромными способностями. И, кстати, что интересно, я могу сказать, что он что-то такое создает, но пока это под, вот прям под строжайшим секретом. Возможно, это какая-то новая игра. Ну, я как-то даже, знаете, может быть, даже сомневаюсь, что это игра на самом деле. Но здесь такая, вот знаете, что-то тут разрабатывается. Понимаете? Какие-то, какие-то такие... Даже я вижу какая-то засекреченная, может быть, организация, какие-то идут разработки. Даже, может быть, какая-то деятельность, ну, не то, чтобы прям научная, но это связано с играми, ну, вот это такая более масштабная деятельность. Человек углубился, кстати, в этот процесс. Я вижу, что у него будет всё хорошо. Его фанаты ещё о нём услышат. Он вернётся, но он вернётся для того, чтобы действительно зарабатывать деньги. И на этом, как говорится, возможно, даже какой-то свой бизнес строить. Я вижу это так. Если у вас есть данного расклада комментарий, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго.